Сегодня мы поговорим с вами о джадидизме, о культурно-просветительском движении в Центральной Азии, в Средней Азии, в Казахстане, пользуясь старой терминологией, в Туркестане. Это явление, культурно-просветительское движение, оно охватывает в основном период для Центральной Азии конца 19-го, начала 20-го века, где-то порядка до конца 20-х годов. Оно связано с общей тенденцией, характерной для мусульманского мира этого периода, с пробуждением мусульманского мира к новой жизни. Здесь Средняя Азия как бы отставала от общих процессов, которые проходили в этот период в мире. И это отставание можно рассматривать как какое-то нахождение на периферии исторического процесса. Средняя Азия находилась на периферии исторического процесса в силу того, что, начиная с позднего Средневековья, изменились торговые пути, общие произошли глобальные изменения в мире, и Средняя Азия оказалась как бы в изоляции. А ее контакты с Европой, с Европой, европейской культурой, они проходили спорадически, в основном через Турцию, через Османскую империю, вплоть до прихода русских, до второй половины 19-го века. И прямых контактов с Европой у Средней Азии не было. А в то же время, скажем, Турецкая Османская империя, она обладала к этому времени уже огромным опытом взаимодействия с европейской культурой. В Среднюю Азию, как вы знаете, не дошли и крестовые походы. Может быть, и слава Богу, они принесли, конечно, неисчислимые бедствия для народов мусульманского мира, но вместе с тем они принесли огромный опыт взаимодействия и позволили исламскому миру многое усвоить из того, чем обладала культура Европы, европейская культура. После прихода русских в Среднюю Азию, мусульманский мир здесь оказался как бы между двумя полюсами. Это как бы два евразийских полюса. Российская империя, которая представляла собой, безусловно, евразийский фактор. И вторым таким евразийским фактором была Турция. И началась борьба за перетягивание. Между Турцией и Россией борьба за Среднюю Азию, за Центральную Азию. И находясь между этими двумя полюсами силы, Средняя Азия претерпела очень интересные изменения. Начался очень интересный процесс, который наши ученые давно уже обозначают как явление джадидизма. Ну вот интересно, даже парадоксальная ситуация. Можно рассмотреть эти два полюса по отношению, скажем, к такому феноменальному явлению, как Стамбул-Константинополь. Константинополь-Стамбул. Для мусульманского мира, и в том числе для Средней Азии, в позднее время Стамбул и вообще Османская империя ассоциировались как бы с верховной властью в исламе, верховным авторитетом в исламе, после того, как он был утрачен халифатом. И Стамбул приобрел как бы сакральный образ. Его визуальное представление о нем, оно тиражировалось. Уже в позднее время, вот в конце 19-го века, во второй половине 19-го века, в начале 20-го, привозились иллюстрации богатые, цветные, в том числе и литографии, и черно-белые. И вот некоторые из них даже тиражировались мусульманами России. Вот интересный здесь у меня есть один экземпляр, который я вам сейчас покажу. Это литография, которая была издана в Казани в 1885 году, и на которой изображен вид Константинополя, где показаны основные объекты с надписями и на арабской графике, и на русском языке. Такого рода литографии, изображения представлены в некотором количестве, и вот недавно изданной книги фондом Марджани в Москве, татарский Шамаиль. Здесь собраны, вот в частности, изображения, которые поступали в Татарстан, извините, в Повозы, в Казани, в Уфу, привозились из Стамбула. Вот, и есть те, которые, здесь и Айя София, которая воспринималась мусульманами того времени, как святыня мусульманского мира. Вот, а есть уже и те, которые под влиянием турецких изданий были подготовлены в Казани. Вот, как я уже сказал, здесь парадоксальная ситуация. Один и тот же, как бы, объект, он выступает в разном восприятии. Для христианского мира, для православного мира, олицетворением цветыни, которая, как бы, была поругана, и за которой началось, как бы, движение по ее возвращению в лоно христианской культуры, был Константинополь, и, конечно, один из его таких сакральных объектов, это Айя София по-турецки, храм Святой Софии. А для мусульман это, как я уже сказал, было совершенно иное восприятие этого объекта. И вот, здесь мы видим, что эта борьба, которая развернулась в мире во второй половине 19-го, начале 20-го века, между христианской и исламской культурой, мусульманской культурой, она поневоле и неизбежно оказывала сильнейшее воздействие на умы людей того времени. И одним из феноменальных личностей того времени, основоположником фактически джадидского движения, стал крымско-татарский просветитель, выдающийся ученый, человек культуры Исмаил Бек-Гаспринский. Вот в образе этого человека, в его действиях мы видим как раз попытки совмещения этих двух миров. Я имею в виду двух евразийских миров, связанных с Османской Турцией и Российской империей. Исмаил Бек-Гаспринский был очень умным и тонким политиком. И это был не только просвещенный человек, имеющий очень сложное образование, включающее в себе, как и определенный комплекс русофильских идей русского культурного наследия и, безусловно, мусульманской культуры, которую он тщательно изучал и посещал, и был в Турции. Он совместил в себе эти две культуры, две традиции, и фактически его деятельность как основоположника джадидизма для народов Российской империи нужно рассматривать, прежде всего, как синтез, попытки найти точки соприкосновения, примирения и перспективу для дальнейшего развития ислама и христианства в рамках Российской империи. И этот синтез осуществлялся именно на глубоком уважении к культурному наследию многих народов. Но, как известно, я не буду долго говорить о Гаспринске, потому что фигура эта очень известная, о нем существует огромная литература, как, собственно, в России, так и непосредственно в Крыму, и в Турции, и в мире. Я только покажу несколько, так сказать, его изданий, вот это издание осуществленное, одно из изданий, безусловно, их очень много, издания, которые были посвящены в Турции, в Крыму вышли, или, допустим, вот очень интересное его издание, это Гулистан Саади, который он специально, тираж этого издания он специально привез в Бухару, и посвятил его восшествию на престол Алимхана, Бухарского хана, в надежде на то, что этот эмир будет поддерживать просветительские тенденции. Собственно говоря, основная идея, которая была развернута Гаспринским, она первоначально была очень узкого назначения. Эта идея была связана с изменением существующей системы образования, педагогической системы в исламском обществе среди российских мусульман, которое до этого было очень консервативно, оно опиралось на старые, очень к тому времени устаревшие методы, и обозначалось понятием и термином «усули-кадим». В противовесе ему Гаспринский, который детально ознакомился с системой образования в России, был в Париже, в европейских странах, естественно, в Турции, он выдвинул идею внедрения нового метода, «усули-джадид», новый метод. Само слово «джадид» означает «новый». Отсюда, собственно говоря, и пошла со временем эта тенденция, переросшая в большое направление, которое мы называем движением джадидизма, обновления. Гаспринский впервые основал эту школу по новому методу, который включал в себя звуковой метод, интонированный метод изучения языков прежде всего, и, конечно, изменил состав дисциплин, которые дополняли традиционные богословские, или, скажем, мусульманские традиционные дисциплины. И в скором времени эта его идея завладела умами мусульман. И он, Гаспринский, стал как бы лидером этого движения, фигурой, которая пользовалась необычайной популярностью среди мусульман, тюркоязычных мусульман. Он опирался все-таки в основном на тюркоязычное население, как преобладающее на территории России и в Средней Азии. И вот не случайно один из исследователей творчества Гаспринского, вообще один из исследователей джедедизма в Узбекистане, Бегали Касымов, очень, мне кажется, удачно обозначил его, дал эпитет Гаспринскому, как этой фигуре основоположника джедедизма. Он назвал его Третьим Учителем, Учинчи Муалим на узбекском языке в одной из своих работ. Третьим Учителем. Но здесь я должен просто напомнить тем, кто не знает историю интеллектуальной мысли на мусульманском мире, первым Учителем в исламе всегда считался Аристотель. Аристотель был первым Учителем. Вторым Учителем в Средневековый период именовали Абу-Насра Аль-Фараби, выдающегося ученого-энциклопедиста. И вот, значит, Третьим Учителем он называет Исмаила Гаспринского. Но для пропаганды и внедрения своих идей, так сказать, в жизнь мусульманского общества, Исмаил Гаспринский основал свою газету «Тельджимон» переводчик, двуязычный, первоначально. Он был очень тонкий дипломат, и он добивался последовательно, учитывая ситуацию, цензурную ситуацию, политическую ситуацию, последовательно добивался и добился того, что ему удалось открыть эту газету в 1883 году. И она постепенно овладела тоже большим пространством в исламе. Вот в 1908 году, в связи с 25-летием этой газеты, газеты, очень успешной ее деятельностью, целый ряд мусульманских изданий на территории России посвятили ей материалы. Вот, например, очень известный журнал, мусульманский «Шуро», это буквально совет, который издавался в Оренбурге, он посвятил 25-летию этой газеты целую статью, которая заглавлена «Милий Байрам, национальный праздник», где и помещена биография, рассказывается об Исмаиле Гаспринском, его фотографии в разные периоды его деятельности, и очень восторженная, так сказать, ну вот его поездка во время пребывания в Париже, здесь вот в Симферополе, в других городах. И другие издания этого времени посвятили ему, значит, материал, 25-летию этой газеты. Конечно, возвращаясь как бы к началу нашей беседы, нужно отметить, что джадидизм, как культурно-просветительское движение, но не как некая организация такая, однородная. Оно именно было многозначным, многородным, многообразным. Это не было однородное явление, оно очень сложное было. Для лучшего понимания этого явления я бы провел параллель, вот скажем, с эпохой просвещения в Европе. Это, конечно, всякие такого рода сравнения, они, конечно, страдают своей, ну, неизбежной недостаточностью и неудачной, скажем, в целом. Но, мне кажется, понятнее будет, если мы сравним этот феномен джадидизма с веком просвещения в Европе, или, скажем, с деятельностью прежде всего таких двух крупных фигур, как Шарль-Луи Монтескио и Вольтер. Вот, кстати, ну, те, кто знают, конечно, Монтескио, автор персидских писем, он, это одно из самых, возможно, ранних сочинений просветителей французских, где он подверг сокрушительной критике существующей государственной строй, все институты Франции и других стран Европы того времени через восприятие это глазами, как бы, иностранца, персианина, который приехал из Исфагана. И вот этот прием, он тоже, как бы, не оказался, оказался востребованным. И мы находим его, мне кажется, в некоторых сочинениях джадидов среднеазиатских. И, в частности, и это самое главное, мы находим его в сочинении фитрата Муназара, «Спор», которое появилось в 1909 году в Стамбуле. О нем я немножко дали, расскажу. Так вот, конечно, в отличие от просветителей, французских просветителей, и вообще других просветителей этого периода в Европе, джадиды имели одно существенное отличие, мы его должны учитывать. Они не выходили из рамок религии, они не спровергали, не занимались неспровержением религии, так, как это делали, скажем, в Европе просветители. Они оставались в этом контексте, но они предполагали, что религия должна будет, должна, необходимо нуждается в трансформации, в модернизации. И это было одним из, так сказать, пунктов этой их программы. И само слово «джадид», «джадидизм», оно несет в себе вот эту идею обновления и реформирования. И она последовательно, их программа касается, в общем, касается всех сторон жизни мусульман и государственного устройства. Вот Исмаил Гаспринский, кроме того, что он, значит, вот развил такую деятельность, он написал ряд очень серьезных фундаментальных трудов, которые оказали влияние на интеллектуальную мысль джадидов в Средней Азии. И одно из них, вот я просто покажу эту обложку, это очень известная работа «Русское мусульманство. Мысли, заметки и наблюдения мусульманина». Оно издано в Симферополе в 1881 году. Эта книга была издана, которая пользовалась большой известностью в Средней Азии. И она как бы стала неким тоже эталоном для джадидов в их опыте о изучении и осмыслении ситуации в своей стране. Вообще можно сказать, что одним из принципов джадидизма стал принцип свободы высказывания мнений. И он наиболее, так сказать, в афористичной форме присутствует уже в первой значительной книге Абдурова Фитрата, Бухарского джадида, о которой мы будем говорить отдельно. Его книга, которая была издана, кстати, в Стамбуле в 1909 году. Это «Муназара». «Муназара» – спор бухарского мудариса с одним европейцем в Индии по поводу новых новометодных школ в Бухаре. И вот здесь вот, вот эта книга, это оригинальное издание 1909 года в Стамбуле. И, видимо, она вышла еще до того, как сам Фитрат поехал в Стамбул. И здесь есть слова, приведенные ниже названия, которые следует воспринимать определенно как эпитет, как некая идея отдельная, которая здесь выражена в качестве ключевой. Вот как она звучит. «Хакикат натиджее тасадуми авкораст». Истинный результат столкновения мнений. Эта книга, можно сказать, я о ней буду еще говорить, она сыграла важную революционную роль. И уже через 4 года она была переведена на узбекский язык. Она была опубликована на персидско-таджийском в Стамбуле. А через 4 года в переводе с амаркандского джадида Хаджимуина она вышла в Ташкенте на узбекском языке. Но здесь уже этих слов, к сожалению, они уже оказались выпущены, не попали. Вот это эпиграф о том, что истинно результат столкновения мнений. И таким образом уже с самого начала был определен тот принцип развития и обсуждения движения, который впоследствии завладел умами интеллектуалов Центральной Азии. Я должен сказать все же пару слов о том, как и где изучается это явление джадидизм. Это явление уже получило широкую разработку в европейской научной мысли, в Америке, в Соединенных Штатах Америки, 50-е, 60-е и последующие годы. И можно говорить о целых школах по изучению джадидизма Центрально-Азиатского. Это и российская школа. Свои взгляды и подходы имеются и в Узбекистане, и в Таджикистане. И вот сопоставляя эти точки зрения, эти подходы, мы можем как бы выстроить наше собственное понимание этого явления. Огромный, конечно, вклад в изучение джадидизма внесли ученые Узбекистана. И прежде всего в период независимости с образованием независимого Узбекистана. Это десятки трудов, монографий. Это целая серия публикаций наследия джадидов, которые идут под таким названием «Истекло Кахрамон Лары» герои независимости. Практически почти все джадиды или большинство крупных джадидов дореволюционного времени были изданы в этой серии. И, например, здесь и Фитрат, несколько томов вышло, и Бехбуди, и Аблони. О них я немножко еще скажу. Говоря об истоках джадидизма, после того, как я уже вам немножко рассказал в Исмаиле Гаспринском, нужно отметить, безусловно, что эти истоки были многообразны. Нельзя сводить их к какой-то одной стране или одной территории. Большую роль, вот скажем, в разникновении джадидизма и его подпитке идеями, острыми идеями, сатирическим взглядом, так сказать, на мир играли азербайджанские просветители и город Баку, где, в частности, выходили очень интересные издания. Вот, например, у меня имеется очень интересное издание, которое богато иллюстрировано. Это стихи известного поэта Акбара Сабира Тахирзаде, который жил в 1862-1911 годах. Вот томик, который был выпущен в его стихах, он сопровождается огромным количеством иллюстраций, которые, может быть, более чем какие-то слова характеризуют, какие именно идеи владели умами просвещенных людей того времени. идеи. Вот здесь мы видим как бы очень такие они говорят сами за себя. Вот, так сказать, поэт и та толпа консерваторов. Или вот очень интересные, скажем, иллюстрации, здесь более ста иллюстраций, на которые, мне кажется, очень, может быть, на наш взгляд, прямолинейно отображена ситуация, которая воспринималась для деда этого времени. Вот здесь как бы два мира сосредоточены. Спящий Восток, в колыбели лежит такой старец, и это спящий Восток, еще не прослушившийся. А вот другой мир, где летают самолеты, здания, на здании надпись университет, машины, то есть мир уже совершенно изменившийся. И вот эта парадигма между старым и новым миром, она уже достаточно была четко выражена, вот не только в азербайджанских изданиях, или, например, в знаменитом журнале того времени, известном журнале Молана Средин, который выходил в Тифлисе, и достаточно большим тиражом. Я вот сейчас просто покажу буквально один номер из этого журнала, страницу, которая показывает, что именно, какие темы здесь могли фигурировать. Ну вот он выглядел так. Здесь, конечно, это только одна из обложек. Молана Средин. Значит, мы назвали Баку, Тифлис, кроме того, что Стамбул, где идеи ладатурков, идеи Кемаля Ататюрка и вообще турецкая модель устройства культуры и государства, она тоже оказывала сильное влияние на среднеазиатских джадидов. Нужно упомянуть и Иран, Индию и даже Афганистан, который редко фигурирует, где также были интересные явления, связанные с обновленческим движением. Безусловно, Поволжье. Один из самых крупнейших очагов после Крыма, после Гаспринского, это было Поволжье. Но нужно еще иметь в виду, что татарская интеллигенция и вообще поволжские мусульмане, они веками были связаны с исламскими культурными центрами в Средней Азии. Многие просвещенные татары получали образование в медресе в Бухаре. И один из них, это очень известный просветитель татарский Шагабуддин Марджани 1818-1889 он в течение пяти лет обучался в Бухаре, в Самарканде жил. И кстати, это очень интересный момент, на который не всегда обращается внимание. У него есть труд под названием «Извещение сынов эпохи о делах и людях Маверонахра», где он подвергает очень сильные критики, фанатизм, невежество и прочие недостатки, бытовавшие среди бухарских ученых. А именно эти моменты, критика невежества исламского, критика его отсталости, его оторванности от реальной жизни, они составят, как мы знаем, существенный компонент в доктрине Джагидов в Средней Азии. Но нужно иметь в виду и о том, что были, конечно, и собственные истоки. джагидские. Нельзя забывать о таком предшественнике джагидизма в Средней Азии, как Ахмад Даниш, великий сын таджикского народа, великий ученый, действительно выдающийся человек, который жил в Бухаре и умер в 1897 году. У него есть ряд сочинений, где он подвергает сокрушительные критики, и это до появления джагидов. Общественную жизнь и нравы, и другие институты в Бухарском Эмирате. Ахмад Даниш пользовался огромным уважением, как поэт, как астроном, астролог, как передовой человек, писатель, мыслитель, безусловно. Ну, вот, например, его известный труд «Краткая история мангитских эмиров Бухары», в этой работе содержится, как я уже сказал, сокрушительная критика многих сторон в жизни Бухарского Эмирата. Таким образом, вот, мы, как бы, коротко, очень, лаконично обрисовали круг источников среднеазиатского зюдидизма, чтобы показать, что это не было явлением каким-то изолированным, или оно возникло только как некое совершенно феноменальное явление. Оно феноменальное для Средней Азии, но оно было вызвано общей ситуацией в исламском мире, который вступил в полосу своего пробуждения. И это пробуждение было связано с какими-то глобальными историческими потрясениями, в том числе и с революцией, первой революцией российской 1905-1907 годов. Она во многом сколыхнула. Революции в других странах, события в Турции. То есть, само это явление для дидизма в Средней Азии, оно было стимулировано целым рядом очень серьезных геополитических событий. Но поскольку, как я уже вначале сказал, Средняя Азия все-таки находилась в длительной изоляции, не соприкасалась напрямую с европейским историческим процессом, с европейскими культурными ценностями, то многие культурные события и многие культурные явления, с которыми столкнулись среднеазиатские образованные люди после появления здесь русских, после присоединения и забоевания края Российской империи, они повергли эту элиту, мусульманскую элиту в культурный шок. И вот этот культурный шок, который она испытала, и который, конечно, не испытывала, скажем, не испытывала Турция или другие страны, которые находились в длительном взаимодействии с европейскими странами, он привел к появлению, во многом стимулировал и привел к появлению джадистской интеллектуальной мысли и особого критического отношения к собственной ситуации, ситуации в своей жизни и в устройстве своего государства. И джадиды справедливо видели как бы ключевое, говоря современным языком, фундаментальное положение, которое они хотели бы сдвинуть, изменить, и тогда, на их взгляд, ситуация могла бы начало меняться в целом. Этим ключевым моментом была система образования, система образования, воспитания. Джадиды представляли ситуацию так, что они должны воспитать новую генерацию людей, новое поколение, которое будет воспитано на новых принципах, на новых идеях в контексте мирового культурного процесса. И эта новая генерация уже приступит к дальнейшим изменениям и к дальнейшему совершенствованию общества и государства. И среди этой прияды джадидов, конечно, существовала целая сеть такого рода организаций, новометодных школств, начиная с конца 19 века и особенно в первые десятилетия 20 века. В каждом городе Средней Азии появились такие ячейки и такие люди, которые ратовали и создавали новые структуры. У меня есть такая уже устаревшая схема, ее нужно дополнять, на которой показано на карте Маберанахра Средней Азии, шире показано движение джадидов в Средней Азии. И здесь условными значками обозначены джадидские организации, первые книгопечатни, литографии, типографии издательства и новометодные школы. Вот эти вещи, которые занимали их, новометодные школы и издательства. Если мы пойдем по городам, попробуем просто перечислить хотя бы имена этих людей, которые начали заниматься этим делом, то в Бухаре, как я уже сказал, начиная с Ахмада Даниши, предшественника джадидов, выделялись Абдул-Вахид Мунзим умер в 1934 году, безусловно Садри Ди Дани, основоположник таджийской литературы в советское время, Абдуров Фитрат, это одна из самых интересных и трагических фигур в истории джадидизма в Средней Азии, Фазула Хаджаев, Самарканде это Махмуд Хаджа Бехбуди, вот здесь мы можем увидеть его фотографии, много, конечно, других его фотографий, который основал издание джадидского журнала Ойна, Зеркало, это было небольшое формата, небольшое количество страниц, издание, которое просуществовало с августа 2013 года по июнь 1915 года, и вышло всего, кажется, где-то 68 или 69 номеров этого издания, оно было двоязычным, на узбекском, как написано здесь, и на персидском языках, но о нем нужно говорить особо, поскольку это издание, оно как бы в какой-то степени явилось продолжением издания Терджимон Гаспринского на Среднеазиатской почве, и здесь поднимался широкий круг различных вопросов, и здесь как бы активное вторжение шло в культурный мир, европейский культурный мир, и дневники, и путевые заметки, путешествия людей, и сложные вопросы, связанные с семьей, с школой, образованием, с национальными, уже вопросы поднимались, анализ как бы идентификации, идентичности среднеазиатских народов, проблема языка, кстати, вот это очень важный момент, то, что Бегбуди выдвинул концепцию четырех языков для Средней Азии, это Тюрки, Фарси, Таджиски, Тюрки, Узбекский, Арабский и Русский, но он имел ввиду еще и знания европейских языков, к сожалению, жизнь Бегбуди закончилась трагически, и он погиб в 1919 году, при еще недостаточно хорошо выясненных обстоятельствах, был, по всей видимости, казнен приспешниками Эмира, последнего Эмира по его указанию, как личный враг Эмира. Кроме Бегбуди в Самарканде целый ряд других имен, вот Хаджим Уин, который, как я уже упоминал, он перевел книгу Фитрата Муназара на узбекский язык, все современные издания в этой серии, истеколка Кахрамон Лари, Героя независимости, вот, Абдулла Аглони, тоже очень интересная личность, все они родили и много делали на Ниве просвещения, и вообще, вот, начало 20 века, оно характеризуется огромным количеством учебников и учебных пособий, созданных людьми, причастными к этому джадидскому движению. В Ферганской долине нужно назвать имена таких известных людей, как Хамзаха Кимзаде Ниази. Этот человек получил большую известность в советское время, он тоже был одним из просветителей, начинал как просветитель, джадид, и революционер, и как это всем хорошо известно, тем, кто знает историю советского периода, он трагически погиб в 1929 году. Хамза открыл Сколунову методную в Коканде в 1911 году, и он тоже много путешествовал, он известен как выдающийся реформатор в поэзии, и как драматург, его очень хорошо известная пьеса в советское время была «Ба и Батрак», но Хамза, так же, как и Фитрат, как и Чулпан, и некоторые другие поэты-джадиды, они реформировали и поэзию, поэтический язык, они отказались, стали отказываться от системы, классической системы стихосложения «Арус», мусульманской, которая, конечно, воспринималась как некое консервативное для них явление, и перешли на формы, народные формы стихосложения «Бармак». И в этом направлении свой вклад внес и Хамза. Можно назвать так же Исаххона, Тура и Брата, очень известный деятель в Намангане, в Катакургане, у него была своя типография, Исаххия, и в ней он выпускал очень много интересных просветительских книг на узбекском, на таджийском языке. Ну и нужно отметить людей, которые, хотя и не разрабатывали вопросы, скажем, такого, интеллектуального порядка, не писали книг, но внесли большой вклад в поддержку джадидского движения. И один из них это в Туркестане Саид Насыр Мирджалилов. Вот его фотография, который был репрессирован в 1937 году. И, кстати, вот Саид Насыр находился, был в связи с Исмаилом Гаспринским и, как и со многими другими джадидами, поддерживал их материально. У него в Туркестане был свой завод, он был крупный промышленник, хлопкозаводчик, и он тоже открыл свою новометодную школу в Туркестане, которая сохранилась до сих пор в этом городе, на территории Казахстана, и она продолжает функционировать. И он оказывал большую поддержку джадидам, издавал их книги, ну, например, Абдулта Кая он издал в Уфе, я сейчас по памяти говорю, но и целый ряд других он оказывал поддержку. Он активно участвовал в становлении каканской автономии туркестанской автономии, но, к сожалению, как мы знаем, история этой автономии трагически завершилась, и, как и многие другие, джадиды того времени, Саид Насирмей Джалилов тоже прошел через все тернии противостояния с советской властью, и в конечном итоге он был репрессирован. Отметим также нужно сказать о джадидском движении в Хорезме, в Хиве, это Павла Нияс Хаджи Юнусов и Баба Ахун Салимов, но можно расширить этот круг людей. Нельзя не сказать о том, что и в казахской среде были люди, которые, по сути дела, выражали те принципы, которых поддерживают джадиды. Это, прежде всего, конечно, Абай, Абай Кунамбаев, выдающийся казахский поэт, и вот его, если мы обратимся к его сочинению книгослов Карасоз, здесь есть удивительные вещи, которые очень созвучны мыслям джадидов Туркестана. В особенности это касается его критики невежества, невежества своего общества, и Абай не побоялся критиковать и свой народ, он отмечал не только его положительные качества, но и останавливался на той этике, которая имела как бы негативный смысл. Следует упомянуть также и о Шакариме, очень интересном казахском мыслителе, и его, на мой взгляд, очень интересный взгляд на ситуацию в мировой культуре заключается в том, что он увидел и негативные особенности европейской цивилизации. Он не занимался тем, не переходил через край, как некоторые наши туркестанские джадиды, которые были, ну буквально занимали аполлогетическую позицию по отношению к европейской цивилизации, и это повергало их в некий, как я уже говорил, шок культурный. И они занимались самобичеванием, и можно найти такие самоуничижительные совершенно речи о своей культуре, о своем народе, о своей ситуации. И это можно понять, потому что, как я уже сказал вам в начале, это столкновение, достаточно неожиданность европейской культуры, погружение в эту ситуацию, которое произошло после прихода русских, оно повергло этих людей в шок. Так вот, Шакарим, о котором я упомянул, фигура у нас малоизвестная, он, я у него прочитал очень интересные критические высказания о европейской цивилизации. Он увидел то, что несет с собой она не только много хорошего, но и несет тут целый ряд негативных вещей, которые разрушают мусульманское общество. Если попытаться суммировать и обозначить те основные направления деятельности, интеллектуальной и практической деятельности среднеазиатских жадидов, то здесь мы прежде всего должны говорить о том, что они уделили основное внимание и главное внимание образованию. Через систему новометодных школ воспитать новое поколение на базе синтеза собственных мусульманских традиций, и это очень важно, и европейских ценностей, обновить весь учебно-воспитательный и образовательный процесс. Другим очень важным направлением в их деятельности было вопрос просвещения, просвещения в широком плане, то есть преодоление того невежества, невежества народа, которое сформировалось в результате стагнации в последний век, и в результате того, что многие ценности мирового процесса оказались вне внимания населения Центральной Азии. И здесь также важнейший вопрос был приобщение к мировой культуре. Огромное внимание джадиды уделяли вопросу женщины, положению женщины, в мусульманском обществе. Впервые именно джадиды сформулировали и пересмотрели это положение и призвали к кардинальному изменению многих ситуаций, связанных с жизнью женщины, но, естественно, на базе исламской культурной традиции, обогащенной европейским культурным опытом. Огромное внимание джадиды уделили также развитию науки, имея в виду уже, конечно, науку, которая не будет замкнута только в каноническом наборе дисциплин исламских, но она освоит европейский научный опыт. И этот процесс уже начался в период деятельности джадидов. Затем, конечно, искусство и культура, где огромное внимание джадиды уделили национальному театру, формированию национального театра. Практически многие джадиды, особенности Фитрат, Бехбуди, Авлони, Хамза и другие, они внесли выдающийся вклад в формирование национального театра в Туркестане. И вот даже если посмотреть, я уже отвлекаюсь на частности, скажем, в этом журнале Ойна вышло более, по моему подсчету, более 30 статей, посвященных проблемам национального театра. Языковая проблема, национальная пресса, музыкальная культура, где также, и это отдельный вопрос, были заложены основы дальнейшего движения культуры по новым рельсам развития. И если попытаться все же сформулировать более кратко и лаконично, что же, собственно говоря, сделали джадиды, то я бы сказал так, что прежде всего они поставили диагноз, они поставили жесткий, суровый, критичный диагноз состояния мусульманского общества в свое время, в свою эпоху, подвергнув анализу все стороны жизни общества своего времени, и общества, и государства. И этот анализ был во многом нелицеприятный, не все его восприняли, естественно, он вызывал и противоположное негативное отношение, но этот анализ был сделан достаточно и впервые в истории Средней Азии жестко и объективно. Наряду с этим анализом они не ограничились только анализом ситуации, они определили пути дальнейшего развития мусульманской цивилизации в Туркестане и в Средней Азии. И эти пути, как мы понимаем, они базировались на гуманистических идеалах джадидов, на совмещении, на синтезе собственно мусульманских лучших традиций культурных с европейским культурным опытом, с заснижениями русской культуры. Здесь эти вещи для них практически были как бы достаточно объективно усвоенными в процессе общения с российской культурой и они здесь создали новую фактически концепцию развития, культурного развития региона Центральной Азии. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова